Итак, братья и сёстры, мы наконец-таки начинаем, начинаем, вот это всё, вот это то, что мы должны, должны были наконец начать, три, ну, нет, нафиг, первый прилетел от Шрауда, правда, колд, соответственно, уже не пройдёт на дропруму, но тут со спины заходит Ферр, рассказывает людям, правда, скадут, ну, нашёл зачем ответить, но очень быстро всех кладёт, Ферр с его узишки, просто спрейт, разрезает груди людям, и стилит, окей, вместе со Шраудом вдвоём на Б пленте, а бомба уже всё равно пойдёт на А плент, Ферр убивает Стьюю, и Шраудес, Шраудес падёт, последним, 5 киллов от Ферра, ИС на антиэкономическом, ничего страшного. Фонтальный хэдшот из ОВП, Сиксер, отличная работа, Шокси приходит на помощь, ловит флешечку, террористы могут спуститься вниз, 30 секунд до конца, Шокси... Усмака на хелпу нету, ой-ой-ой, какой как-то... Что вы делаете? Все горят, огромное количество дэмэджа получают террористы, Теры заходят в итоге на девятку, но бомбу-то оставили, 15 секунд, команде Энвес нужно срочно принимать какое-то решение, Но при этом времени подумать просто-напросто нет, Скрим погибает от корешки, при этом на нижнем этаже у нас есть Кеннис, горит, 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 и бомба всё-таки устанавливается. Успели террористы, и в принципе, возможно, РПТ Сиксером затащит, что это Траун? Сиксер остаётся один против троих, ловит Апекс, ловит Кенниса, остаётся один на один против Бадди, правда, Дигл, но у него, видимо, есть инфа, что Бадди красный, Бадди начинает пушить аккуратно вилку, играет на шефте, в принципе, у него есть время для того, чтобы затащить Татраун. Он просто пушит, минус Сиксера. Отличное решение от Бадди, не побоялся подловить Сиксера, и у него всё получилось. Кеннис действует на радио, выходит на рампы, чек халпы, там у нас находится Сиксер, Сиксер сейчас выйдет с авиком, и, как обычно, начнёт хоронить своих оппонентов. Сиксер не подставляет, тем временем Сиксер был подловлен, извините, Сиксер тоже погибает, это 3 на 3. Ну и выход на рампу от G2, в итоге рампа у нас фокусится только одним игроком, ну, точнее, как фокусится, Хэппи отвечает за Б точку. И позиция у него хорошая, он за счёт этой позиции полностью, в принципе, просматривает Б плент и может скомандовать своим двум оставшимся бадкам, чтобы они там не погибали, просто смотрели точку А. Ну и бомбу можно поставить, никого из команды Энвес у нас нет на точке, и позиции, в принципе, у команды Энвес пока что не очень хорошие. Скрим действует через длинный, чек тупиков, там у нас Кеннис, у Кеннис авик в кармане, Кеннис, возможно, сделает свой минус, и Кеннис его делает, друзья, остается последний РПК, и как же Энви были близки к тому, чтобы затащить и играть допы. РПК в итоге знает инфу только по одному из оппонентов, про второго абсолютно ничего, вынужден только догадываться, и... Ой-ой-ой-ой, Апикс ошибается, РПК теперь знает инфу, но Кеннис выходит вовремя на размен. И раунды, да, которые они не отыграли на первой половине, напоминаю, там был счет 12-3, они сейчас возвращаются обратно к французам, и... Вот он, вот он Олаф, который не принимает шорт, Деннис играет под себя с Мако, и времени приемка от Кремза, просто-то, как людей в один, квадрокилл! Один! Куда? Куда? Нет! И последний это Эйс от Кремза, с Юспика последний, взлетает на дальней станции, как же красиво! Как же красиво, Кремзули сейчас... МСЛ, взрывает Робсон, Крис Джей тем временем вроде пытается искать Джамбис, сыграть нормально, там его вырубают в девятки, конфиг врубается с вентиляцией, хорошо все сделал вместе с Эйзи вдвоем. Они могут, кстати, Деннис вместе с Кристом Джеем на одной и той же позиции, одна и та же флешка сзонит их, и вторая флешка ослепляет их, и Крис Джей вместе с Деннисом пытается выбраться отсюда из этого ада! Ой, 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 ой! Крис Джей остается один, в итоге против двоих, он может, если очень сильно повезет, он может по головам пройтись, но это прям... Конфиг такие вещи не отпускает, то есть Эйзи мог бы ошибиться, конфиг такие вещи не отпускает! Подожди, подожди, смотри, первый пошел, подожди, подожди, подожди! Да смотри, конфиг сейчас просто положат, забудь. Да, всё-таки конфиг лозит квадракелл. Я тебе говорю, это другой уровень человека совершенно, понимаешь? То есть вдвоём с Оскаром сыграть на Б. Это реалистичный вариант, потому что С4-то у них было, выбивать бомбы-то не надо было. И вот теперь они бегут, теперь они бегут к нему. В гостя Оскар хочет принять вентиляцию, играет агрессивно, играет против ФМС, заставить пистолет, убивать! Два ХП, один ХП, ухожу в Б! Уже уже, боже мой! Он не зарезал его! Он не зарезал, боже его! Почему он правым резал, а не левым? Что произошло?! Один хп у HGB! Кэрри со своими ребятами не выйдут, прям сразу быстро. Хорошая идея, в общем-то всем в пятером выходить через банан и пытаться давить местом. Флюш, по-моему, услышал, как бомба перекидывается потому что она, видимо, упала на пол, флешка-мометалочка, даже можно и без focal function, хотя неплохой заход, кстати! Как же они засунули свои тэк-9 в лицо? MBA. Прям плотно, прям реально хорошо. Да, бомбу поставили, да скорее все равно, только они не возьмут. там есть только халява от полца залетит смог куда-нибудь тогда да так ой-ой-ой-ой какой даблкилл бы мог бы быть там просто не читаем и не читаем и залетает в итоге два кп у него остается против крымса клач ситуация крымс пытается что-то сделать ну-ка фейк дефьюз это фейк господин стилл это фейк он идет 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 и это уже это второй фейк еще есть дефьюзом можно еще работать но стилл просто жесткий и главное что босс дал дабл шок смотри сегодня процент ноута показали очень крутую игру против против джиту вот процент ликвиды сегодня вообще не круто никак не сможет и о чем это говорит а не о чем это говорит я зашел в тупик это ни о чем не говорит друзья это говорит о том что команда ликвид просто слабее клаудов еще да и самое интересное муза очень много оптика все закончилось они все потратили но теперь все зависит от раскидок если они вообще будут пользоваться раши вместе с миксом сносит двоих да они все таки находят на флая нормально вышел сразу получил по щам от тарика хорошая от него работа в опорной позиции уже даблкил оформил оскар нужно нужно двигаться вместе с лолом прямо сейчас лол один на один против тарика нужно награждать тарик я уверен что тарик выиграет в любом случае просто ну да он круче сейчас стрелять квадрокилл слушай хорошо во все стороны надо двигаться а бомба поставлена время зачем он пошел дальше воевать имею да если бы сейчас крис джей например не выигрывал перестрелку против праша то все было бы совсем плохо для мало спортс а ропсу единственная главная уроча тратите ловал станции вышел ничего не сделал крис джей остался один против двух и главное уже на фиус тарика против тарика идет и ухты джей сносит одного и лол он успеет ли три секунды две секунды ой красиво ой хорошо пистолетный раунд 2 а в п теперь будет не так-то сложно я хотел сказать против двух ему будет сложно но нет ну слушай я думаю что шокс обязан брать это я имею ввиду если он то не берет то это не то что это плохо да он молодец то что сейчас сделал два кила но в том что алло может поставить не вот четвертая секунда ну что ооооо как он это оооо это фейк моей мечты это какой вообще какой риск невероятный лука сейчас произвел просто пауза потому что надо остудить это взяли пять да были раунды где они выглядели симпатичнее но в общем и целом потенциала для развития здесь просто невероятные километры нужно работать и работать и работать и я когда шел комментировать iso про лигу подумал слушайте ну здесь принципе не так много топовых коллективов да и но нету фейзов нету астралис есть только ска нави на спуске сейчас находится да они но немножко не форме есть мауза которые только принимают форму все еще могут ошибаться есть торсы которые хоть и стабильно находится в топах но все равно дали давно уже не вырывались гранд-финал и так что это хороший шанс американца пока 3 полкил от весца счета сизишки счету квадрокил он будет этот матч моя родненькую он успеет уау просто я кстати сегодня в чате прочитал шутку смешную про нами хочешь расскажу чувак пишет я назову своего сына нави выйду на балкон и буду кричать нави домой ну и колдера вместе с воли нам пока что не угадывают место расположения бомбы место расположения подхода противника колдера может быть снимет оскар и у плечика но оскар был сильнее остается остается лишь один фолин здесь ему будет довольно тяжело но все-таки оскару найдется с абсолютно той же позиции видимо оскар не ожидал то что оттуда полезут два человека не один волну будет невероятно тяжело на самом деле здесь все это дело ретейк это он попробует выход через жангл есть уже по нему информация очень детальная обоих игроков команды маус-портс ропс и крис джей не должны отдавать так плюс минус еще ситуация один на один против яма нужно сработать там крис джей очень опытно играет против соперника . сейчас выпад и неужели это раунды команды с к гейминг должен успевать в самую прям вот умели штучечку пинты забег на соперника по трэшку врываться неплохо тенниса ликвидировал дальше пошел в элпс нет не получается убить лоула на размере работает сейчас испанец ну и соответственно это выход продолжается на . но дело в том что бомбу то еще не забрали ребят нужно поспешить но есть еще время фолин пока что за тикетбоксом там хороший смог от команды маус-портс ни в коем случае нельзя сейчас капитана команды ска погибать акило промахнулся и же неплохо работает против так у 2-4-4 двойной перевес еще и хорошо подлетает по фолину ой огромные проблемы у команды ска и возможно связки колдзера и фолин нужно идти на сайф что это сейчас бы на сейф уйти когда габриэль это работает ну давайте посмотрим ладно они попытаются ретейкать но бразильцы александр бразильцы горячая кровь сейчас сейчас за ретейкует смотри 2 в 3 то бомба правда тикает есть диффуза у колдзера можно с этим делом всем работать фолин смотрит шорт на б возможно поймал бы там противника но пока что не ловит в закрытых позициях естественно играет мышь а потому что понимает что надо играть на удержание фолина в итоге ловит оскара начинается дефьюз колдзера будет пытаться прикрывать фолина фолина не надо прикрывать потому что он невероятно хорош сегодня 3 полкил для него один забирает колдзера и все хорошо могут забежать и все но это ведь колдзера да и посмотрим смотри-ка еще с головы от марселла полетят 1 нормально смотри 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 2 нормально все три с нет рис уже я учет сомневаюсь насчет риск нормально но только 3 хорошо нам ну нормально ну как же хорош колдзера в отвозите просто это дефолте отстеливать челка как орешки своих соперников что им нужно и пробовать весной а в это время энвес решили запушить точку б вот мне нравится это решение неплохо милиш может быть кого-то снимет gdm и твист снимает рпк xms а лишь откидывает смог на бомбу точнее за бомбу кстати говоря чтобы бомбу ну вообще сложно будет убрать естественно в таком положении подсадка на деревцо для винсента шопенгауэра который может быть здесь кого-нибудь найдет смог на троечку в голову получает отъезжает моментально просто и господин скрим ослепленный молик еще ему прилетает здесь в лицо ой тяжело сиксера взрывают хаехой но пока что живой без рук без ног но можно работать голова пока что на месте 22 хп это конечно же мало об сексер ответ от него но мы видим что в целом провалился выход на точку б сексер может быть увидел улей а как же твисток ошибся один один ситуация но лол же сделали два и три кладем ликвид и сейчас уже все это заканчивается один в один а секса решил здесь поиграть у него читает же станислав в итоге точно знает где только хорошо как на этом брависсимо расклад чиро вал квадрокилла цикса так хорошо на бы все-таки бомбу поставят вероятно и gdm будет сейвить свое в.п. не думаю на трейне на трейне вот энвяз вытягивали такие сложные ситуации и там два в четыре раунды брали и вот в очередной раз они здесь могут взять раунд меньшинстве немножко медлит gdm но gdm тоже особо у него информации то нет он понимает что там где-то на нижнем оппонента что к чему ой-е-е-е-е-е-е-е-е ее шки еь-е-е-е-е-е-ё-е понятная позиция конечно но же дем все равно сменят локейшн то не сменят локейшн дне слушай не сменит локейшн смотри-ка screen бомбо поставим как же он хорош 9 0 далее ну вообще жесть пока и джимзом хотя и так все предыдущем раунде начиналось неплохо то есть первые два минуса а то и три залетела от французов, но потом такие вот точные ошибки привели к тому, что бразильцы действительно очень хорошо начинают этот полуфинал, но в Кенни нахуй вот там голову Фера у нас это было, если не ошибаюсь, под точкой Б, и, соответственно, идет перетяжка от бразильцев. А почему? Потому что хорошая позиция от Фелбса, которая говорит о том, что не было никого из станок защиты у нас на миде, но там появляется тот же Кенни, который и там убивает соперника, а то уже Фоллен, так? Уже опять в три. В принципе, еще тащибельная ситуация, но вот теперь совсем стало плохо, потому что Фелбс потерял себя на хайвэй, така, врубил сейчас в лицо Бадди, нормально было сделано, колдзера вместе с ним, с ЮМПшкой на дальней дистанции против Кенни со вроде как стоит, тем временем СК Гейминг пытается законтролить, поставить бомбу, заработать денег, это было бы совсем-совсем неплохо, а мы видим то, что французы решили все обойти, да, они забрали кроме этого Калашников, который лежал на миде, сделали бусты, очень много времени теряя, сейчас очень большое количество технических ошибок в виде недостаточно высоких прыжков исполняют французы, редко вы такое сможете увидеть, но так, в конце концов отдается на Кенни, походу шансов у колдзера будет ноль или нет, но опять же такие два минуса колд поддержал, но вот шок собрал тут же по степи подраскидку, могут куда-то выйти и эти два АВП в ретейке могут оказаться неэффективными ой-ой-ой, какой хороший молотт против колда, чисто по информации сыграли, не очень понятно, почему колд все это время сохранял эту позицию тем временем Феллпс решил пропушить смок, получил пощем за это, очень хорошее наказание от ЖТУ и дальше Апикс просто ловит Фера на перетяжке полностью уничтоженный СК гейминг в этом раунде вообще ничего с этим скорее всего поделать не смогут Полон проигрывает перестрелки против Апекса проигрывает свой АВП, кроме этого ну и так остается один против четырех и он ясное дело попробует М4 свой засейвить при этом всем это на самом деле будет довольно сложно потому что у противника очень много времени на то, чтобы его найти и мало того, у него супер открытая позиция на нее можно выйти с трех сторон Шокс его не чекает, ооо, это неприятно это неприятно, однако все равно так погибает и не сейвит свой девайс И снова здравствуйте, дорогие друзья дамы и господа, это второй полуфинал ESL Pro League пятого сезона Норс против Ликвид, сражение уже идет на полную катушку на точке А всего лишь два игрока команды Ликвид остаются в живых Станислав и Элиш, который попытается что-то сделать уже не получается у Элиша, он отлетает без шансов Конфиг его сбривает выстрелом в голову, Станислав последний тоже отлетает от Конфига, минут четыре от Кристиана Виннеке, который разрывает команду Ликвид просто практически в одиночку Бомба перетягивается и поджимается Ковры, кстати, там Конфиг ошибается И лишь его вместе с Фитцом забирает Но тут же выходит Яма и против него нужно как-то бороться Учитывая то, что есть УМП Можно, в принципе, как-то вместе выйти Отличная работа в этом вопросе То есть, а чё, зачем париться, зачем чё-то там выбивать Можно просто зайти на плент, поставить там бомбу А пока закинуть один молотов Можно второй, можно Смок туда кинуть Зачем Таидер пошел правду проверять Это все дело его там ждали И он разменивается один в один Что тоже не очень хорошо для атаки Она все еще в меньшинстве Тим Ликвид могут, теоретически говоря А и по всем случае Норсы сделали все возможное Чтобы Ликвиды имели шансы Чтобы забрать этот раунд Но Мессерихаронин двух на джангли Бывает Станислава, бывает Джей Диэма И Ириш вместе с Нитро пытается здесь на выбивание сыграть И Ириш неплохо затопил матч с боя С СЗшки дальше добрал еще и ЮМП Разбил Кейджин Би голову сверху Но остался против Капитана И Ириш Эйс в этом раунде чисто на самом себе Просто вытащил этот раунд Опять же успеет раздефузить бомбу Да, он успеет раздефузить бомбу Это Эйс просто минус вся команда Норс И дефуз бомбой Но это просто что-то нереальное 1-1 Команда Ликвид отвечает И как же круто отвечает Прямо и четко Отпив 3 ситуация Конфиг заберет Элижа через просвет смоке Это плохой смок Бомба уже на земле 3-2 ситуация Станислав и JDM АВП и АК АВП сработало Нужно еще сработать АК-47 Бомба пока что на земле Ситуация 2-2 уже Мэджис Кейджин Би подсаживаются на Сити По ним нет информации Но рано или поздно она будет Но опять же таки тут Нет раскида Есть только флешка и молотов Смока еще не хватает Для того чтобы выйти нормально Что-то Мэджис Бой вообще творит Да, забирает Мэджис Кей И оставляет своего тиммейта 1-2 ситуация При том что Кейджин Би На перетяжке работает И пытается как-то удивить соперника На коннекторе И у него это получится Скорее всего Если он выйдет прямо сейчас Но нет не выходит Дает поставить бомбу Один на один ситуация JDM АВП Или все-таки Мка Полетен мотор Что там за молотов вообще летит Никуда в апартамент Он думал то что именно там Находится JDM Можно положить просто Смок раздвузить Попробовать Или как минимум Выманить противника Но в конце концов Это фраг от JDM Отвратительно вот И G2 лидирует В серии С счетом 1-0 Но Норса На карте Кобблстоун На своем пике Попытается отыграться Ну и напомним Что Кобблстоун Это Одна из сильнейших Карт Норсов И здесь G2 Тоже кстати Неплохой Кобади Какой вакшот Сплэнта Просто смог настреливать Делать минус По Мэджик с бою Захлебывается Выход от Норсов Но кончик Находит два минуса Серия разменов И ситуация в итоге 2-2 Но бомба пока не стоит Кеннис сейчас в курятнике Пытается жить до конца Конфиг понимает Что его атакуют Со скалы И нужно как-то выживать Возвращается на плент Пытается разобраться Теперь с Шоксом Шокс В этом случае Один на один Кеннис выходит в бочину Ничего не может сделать Тиммейт Конфига Конфиг берет игру в свои руки Рейджит И выходит на Кенниса Но погибает Слишком было Прометчивое решение От Конфига Нужно было как-то попытаться Сыграть аккуратнее Разру... Три смака Две флешечки Ну и тяжелые арморы В принципе Неплохой сетап Тут наверное Я думаю На бэ пойдут Норсы Раскинут два фишечных смака Флешки-флешки И выйдут в итоге Конфиг уже на платформе Готов врываться Прям Ну Так очень уверенно Он здесь стоит Откидывает флешечку Ну и начинает действовать Оп Что это нам показывает Терровский респаун Тем временем Шокси разваливает Кожумба Боди убивает Конфига Мэджикс Бой Тоже разваливает Апекса Кеннис погибает Остается Мэджикс Бой Один против двоих 16 хеллспоинтов Мэджикс на теке Ползет Крадется Боди его не замечает У Мэджикс Боя Отличный шанс Забрать Боди Видит оппонента Разваливает В итоге Один на один Шоксом Но он теперь не догадывается Или знает Знает где Шокс Шокси Спалился Ой-ой-ой Какой раунд Как он это сделал Это минус 5 Просто жесть Ху-ху-ху Это здесь сделать Когда у тебя ситуация Три в три И нет инфы О том Где находятся Оппоненты Эйзи заметил Игрока на длине Ну и сам Теперь уже идет Пушить лонг Эйзи Возможно Забрал бы Шокса Но как Эйзи Не повезло В этой игровой ситуации Конфиг Остается один Против Троих И Постарается еще Затащить Играет за головкой Камазика Но Я думаю Что рано или поздно Конфига Просто-напросто Найдут и обезвредят Троем выходит Джету через длину Конфиг пытается А Эмить забирает Одного При этом Ооооо Вот это раунд НБК Убивает Шокса Конфиг Заканчивает НБК И Баде Что ты прорабустил Алексей Да я втрел Я не понял Как это произошло Вообще Я просто еще Меня ввел В заблуждение Вот этот килл от NBK. Тебе еще нужно поучиться, мой юный комментатор. Не учитывая, что ты, прежде всего, счет, мой дорогой друг. 14-3. Как бы. И команда North, она понимает, что сейчас они отдают легко четвертый, а потом берут бай. Ой, ножик. Кажум умирает. На самом деле, как раз таки North в этой ситуации могли и купить. В принципе, вообще пофиг, понимаешь. Они могли и купить, и третий отдать, ну или не отдать, например. Но они решили, ну, я согласен, что они более серьезно подходят. Это вот говорит о серьезности для North. Они видят, что так, мы все равно лидируем там 14-3. Да, просто нереальный раунд, на самом деле, прошлый. Нужно было его тащить и вот, ну, Эйзи, Эйзи немножко подводит команду в Изи вообще ситуации, просто не убивает ключевого. Но при этом конфиг, вот все те провалы, которые делает Эйзи, он, ну, берет на себя и вот, собственно, сейчас смог снова убить Шокса и команда North была бы в супер преимуществе. Хотя она и так, возможно, будет преимущество, если MSL сделает свой минус и добьет Шокса. Бома стягивается на Бэплент. NBK играет на балконе. Шокси в малых песках. Шокси очень красный, напоминаю. Бегает туда-сюда, пытается жить. MSL под флешку. Пытается вычислить пока что балкон, но NBK ловит одного, ловит второго. Не удается реализовать свой дигл. Шокси с ОМПХой. Эйзи делает минус, но 1-2. Эйзи 29 хп, погибает от NBK. Квадро от NBK 15-9. Команде G2 Sports нужно брать 6 раундов подряд. Не то матче, который мы видим сейчас в исполнении команды North в первую очередь. Потому что G2 смотрится очень хорошо. Вот North творят, ну, полные чудеса. NBK врывается на бойлер. Ловит Эйзи на свитче. Тем временем Кажум поцеливает NBK в ответ. Начинает пушить парня короткий Кеннис с авиком на пленте. Можно организовать перекрестный огонь. Так и происходит. Апекс ловит конфига, погибает от Мэджикс боя. Но при этом Кеннис может сделать еще один килл. МСЛ только сейчас заходит в спину. Подбирает плент. Минуты времени. МСЛ откидывает смог. Ставит бомбу под эту гранату. При этом есть еще коктейль Молотова. Не торопятся ребята из команды G2 и Спортс. МСЛ кидает коктейль на короткий. И... Ай-яй-яй, МСЛ. Как же так получилось? МСЛ остается один на один. Забирает Шокса. МСЛ. Неужто ли капитан команды затащит отрант? Нет, не хватило немножко АИМа. Но Шокса он вырубил знатно. Повезло. Смог получился великолепный. Боди пытается найти авик своего товарища Кенниса. Где-то вот здесь на сигарете. Ну и бомбу, конечно же, раздефузит. Платили за регулярку. В любом случае. Поэтому, ну, круто. Круто. Большие деньги разыгрываются в киберспорте. Я думаю, еще какие-нибудь супертачки могут себе купить те или иные парни. Тем временем, заходит у нас G2 и Спортс на план Б. Заходит на кафель. Чекают ящики. Прилетают гранатки. НБК. Боди смотрит вдаль. Боди готов. Откидывает пока смог. Тащите, пацаны. Норс. Тащите. Втроем. Клумба. Клумба ничего не видит. Клумбу проверяет. МСЛ погибает. Мэджик сбой тоже, друзья. Три на пять. Под флешку. На кафель врывается конфиг, друзья. Динмарик погибает. Конфиг минус, друзья. Кожумб и Эйзи вдвоем против пятерых. И это победа. Победа французской команды G2 и Спортс. Так, ну ты эмоции хоть зрителям покажешь.